Сейчас, когда в Киеве один квадратный метр стоит около тысячи долларов, все меньше шансов прикупить себе квартирку. Представляете, насколько счастлив тот, кто неожиданно ее выигрывает в лотерею? Ага, одна девчина выиграла квартиру понад рік тому, але чему она досей не живет там, з'ясовывал наш раздратованный Артем Шолковый. Абзац, столица. Год назад Анна была вне себя от счастья. Еще бы. Вот что значит, фортуна улыбнулась. О-о-о! Штатные спробы! Прошло полтора года. Вот это кадры сегодняшних дней. Та самая счастливица Аня идет в квартиру, которую выиграла в лотерею. Ну где же радость? Впрочем, не все становится ясно. Едва девушка переступает порог квартиры своей мечты. Ничего не происходит. Ни строителей нет. Материал заехал только вот-вот недавно. Стояло то, что я, конечно, купила, так оно и стояло там. Лежат какие-то ведра, какой-то цемент. Ничего не происходит. Дай бог, чтобы все это, конечно, стало красивой квартирой, но пока что вы видели все, как видели. Я выяснил, с квартирами, которые разыгрывают в лотереях, это стандартная ситуация. А происходит все так. Вы выигрываете квартиру, вам показывают, как она будет выглядеть. Но предупреждают, придется всего годик подождать, а потом вы получите ее новую и красивую. После съемки мы поехали на квартиру, только на другую, к сожалению. Она находится вот в этом доме, который напротив. Там была такая красивая картинка. Мы заходим, мы счастливы, нам ее якобы отдают. Но, к сожалению, через год были какие-то намеки на то, что дом достроился, в котором у нас была квартира наша. Все-таки сказали, квартира будет с ремонтом. В чем же подвох? По факту все свои обязательства перед счастливчиками лотерейный оператор выполнил. Деньги на покупку квартиры перечислили? Да. Документы предоставили? Конечно. Причем никого левого в квартиру не поселили. А вот за ремонт и прочие мелочи должны отдуваться компания-посредник и компания-строитель. Но, как видите, те особо не торопятся. Начали приходить люди, ну просто, приходить и уходить. Приезжаю я сюда шестой раз за последние пару месяцев. И я только слушаю, что мне что-то говорят. Я прихожу, это было 1 апреля, в 9 утра я приехала. Были строители, но не было у них инструмента. Вот просто стояло два человека, готовы работать, но нечем. Это было 1 апреля. 2 апреля приходили опять строители, 3 апреля. Все просто не приходили. И тут, как по взмаху волшебной палочки, нарисовываются сами горе-строители. Наверняка им кто-то донес, что телевидение на разборке приехало. Спрашиваю в лоб, почему Аня не живет в своей красивой квартире? Ведь по договорам сроки истекли еще в феврале. Да, у нас есть просрочка по ремонту, я этого не отрицаю. Мы пошли на этот шаг, я говорю, мы в любом случае это делаем. Невезерально то, что там поменялись цены, курс доллара, все остальное, мы это опустим. Сейчас люди, которые профессионально занимаются свидетельностью, приходя на этот объект, сталкиваются с такой проблемой, что участвуют, присутствуют при разбирательстве между заказчиком и исполнителем. У них негативные соответствия пришли. То есть у людей нет интереса по тому внешнему. Какие ранимые строители! Но меня зацепило даже не это. Оказывается, за ремонт своей выигранной квартире Аня пришлось доплатить собственные деньги. И это не 100 гривен или 1000. Предложили доплатить, если мы хотим какие-либо изменения. Мы купили еще стройматериалы, обои, ламинат. На какую сумму? Это очень большая сумма. Я материалом, конечно, все чеки есть. Больше 55 тысяч только материала. Конечно, перед камерой и строитель, и посредник. Шелковые. Говорят, да, виноваты, исправимся. Вот, пожалуйста, мы же все с вами подписали. Что мешает делать мой ремонт? Я выиграла квартиру с ремонтом. Мы делаем все усилия для того, чтобы действительно решить ситуацию в кратчайшие сроки, положительно для всех победителей. Ну, чтобы люди, как сказал Михаил, получили ключи, пусть даже без документов, но заехали, могли здесь комфортно проживать. То есть, невзирая на всю сложную ситуацию, мы, как бы, обязательство за собой это оставляем. Причем, вот уже с завтрашнего дня обещают слать Ане письма с фотоотчетом и даже компенсировать ущерб. Ну, собственно, как и должны были по договору. Мы закончим ремонт, подпишем акты сверки и все цифры, которые будут вам к выплате, мы их выплачем. Первый мая заканчивается, я сюда заезжаю. Съемку мы приглашаем в телевидение и показывают, как я сюда все-таки заезжаю со своими детками. Да, там, даже с колотом, с шариками, как у нас. Хорошо, дай Бог, чтобы это действительно были не разговоры в этот раз. Обещают, что счастливая жизнь в райском гнездышке Уани начнется уже с первого мая. Что ж, я не просто приеду к Анне на новоселье, я даже специально кошку с собой возьму. Ведь по народному обычаю, если ее первой пустить в дом, владельцам будет хорошо житься на новом месте. Но если нам с кошкой не понравится то, что мы увидим, поедем прямиком в офис лотереи и возьмем с собой подрядчика. Может быть там ни сном, ни духом какой бардак происходит с квартирами, которые они разыгрывают.